В Египте подводят итоги президентских выборов. Они должны определить будущее страны на ближайшие годы. По предварительным данным, лидирует кандидат от движения «Братья-мусульмане». Если победа Мухаммеда Мурси подтвердится, он станет первым в истории страны президентом-исламистом. Однако сторонники второго кандидата на постглавы государства Ахмеда Шафика не признают данные, обнародованные конкурентами, и призывают дождаться официальных итогов выборов. За ситуацией в Египте следит Лана Варсимашвили. На площади Тахрир столпотворение. Сторонники кандидата от партии «Братья-мусульмане» Мухаммеда Мурси стекаются к центру Каира. Они празднуют его победу на президентских выборах. В руках у египтян флаги и плакаты с изображением своего лидера. Слышны неодобрительные выкрики в адрес главного конкурента, бывшего премьер-министра Ахмеда Шафика. 53% против 48%. Таковы данные штаба Мухаммеда Мурси. «Я считаю, что победа Мухаммеда Мурси заслуженная. Мы всегда были честными, и люди привыкли верить в то, что мы говорим». А вот сторонники Шафика заявили, называть конкретные цифры рано. Официальные данные станут известны не позднее 21 июня. А пока подсчет голосов продолжается. Но Мурси не ждет. Он уже пообещал стать президентом для всех египтян. Построить государство под законом ислама и добиться широкого применения норм шариата. «Народ выбрал для себя лучшее будущее. Мы стремимся к тому, чтобы быть сплоченными и построить демократическое, конституционное и светское государство. Мы протягиваем руку мира всем, кто его желает. Вы мой народ и те, кто сказал мне «да», и те, кто голосовал против. Я не собираюсь мстить и сводить счеты. Я стану отцом, братом и слугой для всех египтян». Инженер по профессии и председатель партии «Свобода и справедливости» выдвигался как запасной кандидат от братьев-мусульман. Выбился в лидеры после того, как с дистанции сошел основной претендент – заместитель верховного наставника партии Хайрат Аш-Шатыр. «Наше первое требование – обеспечить стабильность и безопасность по всей стране. Мурси в своей предвыборной кампании говорил о том, что обеспечит народ хлебом и здоровой пищей, решит вопрос топливного кризиса, а также другие острые проблемы, что позволит изменить ситуацию в Египте». «С избранием Мухаммеда Мурси придет конец правлению военных. Теперь ситуация в стране улучшится. Впервые в истории Египта власть перейдет в руки гражданского лица. С 1952 года страной правили военные. В результате ситуация постепенно ухудшалась. Но теперь все будет по-другому». После знаменитой египетской революции и отставки Хосни Мубарака с поста президента, к власти в стране вновь пришли военные. Высшевоенный совет отменил действия Конституции и распустил обе палаты парламента. Пообещал провести парламентские и президентские выборы и передать власть гражданскому руководству. Согласно графику переходного периода, военные должны уйти с руководящих постов до конца июня этого года. «Военный совет не собирается вмешиваться в полномочия президента. Мы твёрдо намерены передать власть в определённый срок – 30 июня. Мы рассчитываем, что до конца года у страны уже будет новый закон и парламент». До избрания депутатов парламента военные возложили на себя функции законодательной власти. В частности, сохранили за собой единоличное право назначать и снимать с должностей армейских руководителей. Кроме того, президент сможет объявить войну или использовать войска для поддержания безопасности внутри страны только с разрешения Высшего совета вооружённых сил. Парламентские выборы в Египте состоятся до конца текущего года, а новая конституция появится в стране уже через три месяца. Лана Варсимашвили, Канал Пик.